Бонжур, дамы и господа! Я рад вас приветствовать лучшие рыбаки дальних и ближних зарубежьев, а также гости моего канала. Итак, друзья, в предыдущем видео мы делали тоже насадочку на линя и потестировали ее на водоеме. Что из этого вышло, кто не видел, я сейчас вам покажу. Буквально пару секунд и продолжим делать очередную рыболовную насадку. Смотрим! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, друзья, мы не стоим на месте. Сегодня приготовим очередную насадочку. Работает по линю, также работает по карасю. Есть у меня приятель, который очень часто и очень много ловит линя. И посмотрел мой ролик, рассказывает, что ты, конечно, молодец. Ну, если хочешь, могу предложить свой вариант. Покажешь ребятам, я думаю, будет интересно. Говорит, у меня работает на ура. Сделай, приготовь, съезди, проверь, что получится у тебя. Вопросов нет. Сделаем, приготовим. Что нам стоит насадочку замутить. Ну, а в следующем видео я уже ее потестирую. Так, чтобы ты не подписан, подписывайтесь. И давайте начинать готовить. Понадобится минимальное количество компонентов и ингредиентов. Берем белок. Это уже у нас, как всегда, для того, чтобы наше тесто очень хорошо держалось на крючке. Теперь отсоединяем желток от белка, таким вот образом. Сейчас это мы все делаем вот сюда. Желток вот сюда. Дальше. Лежит у меня кусочек халвы. Я думаю, многие знают, как бы не первый день на рыбалку люди ходят, что карась, что линь обожает подсолнечные семочки. По этому поводу есть у меня халва. Я считаю, она отлично заменит нам перемолотые жареные семочки. Так как запах у халвы обалдеть. Дальше, что нам понадобится. Обычная мука. Добавляем. И теперь делаем обычное тесто. Сделаем тесто. И в это тесто добавим самый лучший компонент, который обожает линь. У каждой рыбы есть свой вкус, от которого она обалдеет. Ну и линь не исключение. На линя вот в этой баночке супер-мега-крутой аромат, друзья. Проверим. Нет поводов не доверять людям. Потому что приятель уже мне рассказывал много интересных насадок. Большую часть из них проверял. Работает. Так что я уверен на 99,9% что эта насадка тоже сработает. Ну и линь такая рыба, знаете, перепад давления, плохая погода. И все. Он сидит в камыше и не выходит. Так что насадка это только 50% успеха. Еще 50% зависит, конечно, от места и от погоды. Так, ну что. Тесто я приготовил. Ммм. Халва, конечно, дает о себе знать. И сейчас в это тесто добавляем пару капель нашего ароматизатора. Итак, друзья. Идете в рыболовный магазин, покупаете аттрактант анис. Анис по линю это номер один. Запомните. Кто не верит, поспрашивайте у друзей и знакомых, которые ловят линя. Что любит линь. Кстати, карась тоже. Что линь, что карась просто балдеют от аниса. Вначале хотел я пойти в аптеку или в магазин где-то найти приправу анис. Или перемолоть, купить анис и замешать в тесте. Но решил я, что вот такой вот приготовленный аттрактант будет работать гораздо эффективнее. Не спорю. Может, если бы купил анис и перемолол, там бы тоже был великолепный результат. Ну, давайте попробуем так. И это еще будет не все. Не думайте, что мы поедем на рыбалку, возьмем только одно тесто. Так бы сделал глупец. Мы с вами уже как бы опытные рыбаки. И знаем, что на рыбалке может быть такое, что не сработает и мы останемся ни с чем. Поэтому сейчас расскажу еще пару секретиков, которые я приготовил на рыбалку, на линя. Может, на леща. Выплывем на лодочке, на наше местечко оленевое. И проверим. Давайте еще добавим. Все. Запах аниса есть, чувствуется. Я думаю, теперь дело за малым. Выехать на рыбалочку и потестировать. В этом деле главное не переборщить. Потому что линь не любит резких запахов. Рассказывали, что чеснок это вообще просто отгоняет его на километр. Не знаю, не пробовал. Кстати, можно будет потом замутить, попробовать тесто с чесноком. Клюнет или нет. Ну, блин, сколько знаю приятелей, которые ловят линя. Говорят, не вздумай. И говорит, останешься ни с чем. Напишите в комментариях, пробовали ли вы линя ловить с добавлением насадки, в которой был чеснок. Я вот что-то не припомню. Хотя ловил линя часто и много раз выезжал на рыбалку на линя. Но вот что-то не припомню чеснок. Все. Итак, тесто наше готово. Но я беру не только тесто. Будет со мной еще черевь и опарыш. Черевь и опарыш будут непростой. Черевь я в аптеке купил траву, чаврец. Не сироп, который мы добавляли и делали, а именно растение. И туда положу череви. Я думаю, они напитаются запахом чавреца. Проверим, как линь к этому отнесется. Плюс, куплю я сегодня еще анис. Перемалю его в кофемолке. И засыплю опарыши. Будет у нас опарыш, пересыпанный анисом. Потом червяк, который будет храниться у нас вместе с травой чаврец. И вот это тесто. Так что, друзья, пробуйте, ловите и смотрите рыболовное приключение. Кто хочет узнать, что из этого получилось. А из этого выйдет, я уверен, просто отличное рыболовное приключение. Тесто рабочее. Кто на данный момент собирается ехать на линя карася. Приготовьте, попробуйте. Лишним не будет. Я вам обещаю. Ну, а я поехал на очередные рыболовные приключения. Подписываемся на канал. Пишем комментарии. Кому понравилось видео, ставим лайки. Пока-пока. Пока. Не болейте, не кашляйте. До новых встреч. Они будут очень и очень скоро. Пока.